Возвращение на Луну В Shadow Keeper луна полностью преобразится, ее целиком переделали, так что игроки будут находить как большие, так и маленькие изменения. Размер локации стал вдвое больше, поэтому вы сможете посетить вдвое больше мест. Вы уже были здесь, однако с тех пор многое изменилось. Одна из идей, которая нам очень понравилась, заключалась в наличии крепости Улья прямо на поверхности. Мы старались сделать ее выделяющейся, угрожающей. Красный цвет и шипы придают внешнему виду агрессивности. Это упавшее судно из первой Дестани. Он лежит на поверхности Луны, а падшие фактически делают здесь новую базу, используя куски корабля. Они всего лишь пытаются выжить. На локации появилось и множество скрытых ранее секторов. Например, в первой части вы не могли попасть внутрь этого строения, однако в Дестани 2 вы сможете исследовать их изнутри. Они проектировались таким образом, что вы никогда не догадаетесь, что находится внутри. Не сразу поймете, как их проходить. По части арта мы полностью переделали небо, а заодно целиком обновили освещение. Вот это первая локация, которую мы переработали. В первой части освещение было более резкое. Раньше в некоторых местах мы использовали более насыщенные цвета, однако в сиквеле мы пытаемся передать ощущение разрушения, сделать локации более пугающими, более загадочными, чтобы вы думали, что кто-то скрывается в тени. Конечно же, мы внимательно относимся к тайнам первой части, и сейчас все глубже и глубже взрываемся в них. Игра открывается заставкой с героем, который знает Луну как никто другой. Эрис в каком-то роде стала катализатором, именно она пробудила зверя. Представь, что вот тут у нас будет толстый слой грязи, скорее даже окаменелости, а когда она приблизится к нему, существо проснется. А отреагирует на прикосновения? Да, именно так. На самом деле, мы только что записали этот момент для тестирования освещения. Эрис что-то нашла под поверхностью Луны. Скрытую тьму. Мы много не знаем о Луне. Думаю, многие материалы по ней о загадочности. Нам нравится в Луне из первой части то, что она показала элементы космических путешествий, пик развития человечества, которого они достигли перед катастрофой. Здесь мы много рассказываем об истории человечества, люди, которые придумали ускорители, которые устроили все эти строения на Луне. Что случилось с ними? Куда они делись? В реальности высадка на Луну стала огромнейшим достижением для человечества. К юбилею такого события мы хотим выразить почтение этому моменту нашей истории. Продолжение следует...